Неожиданное продолжение дела об убийстве 17-летней студентки в Одессе. Мужчина, подозреваемый в преступлении, может оказаться серийным маньяком, который орудовал в регионе несколько лет. Новые подробности этой резонансной истории расскажет Андрей Анастасов. Подозреваемый в убийстве 17-летней Татьяны Маснюк Андрей Пеечев. Сегодня суд избирал ему меру пресечения. По данным следствия, в ночь на четверг 26-летний таксист подвозил девушку, завез ее в пригород Одессы, задушил в лесопосадке, ограбил, а затем пытался сжечь тело. Подозреваемый вместе с потерпелою направился в сторону города Черноморска Одесской области. По шляху следования до назначенного города, сам было выполнено на месное убийство потерпелою. Сам подозреваемый вину признает. Зачем совершил убийство, объяснить не может. Говорит, у него с детства спонтанные вспышки агрессии. В прокуратуре сегодня сообщили, Татьяна Маснюк была не только убита, но еще и изнасилована. Более того, полиция подозревает Пеечева в совершении целого ряда аналогичных преступлений, которые фиксировались в Одесской области, начиная с 2010 года, но до сих пор оставались нераскрытыми. Сам же Андрей Пеечев во время интервью сознался как минимум в еще одном убийстве, совершенном якобы в Теплодаре под Одессой. В полиции уверяют, задержанный пройдет психиатрическую экспертизу. Все эпизоды с его возможным участием расследуются. Мы на сегодня понимаем, нормальный человек не может совершать такие преступления. Но такие сексуальные направленности, скажем так, это не совсем здоровый, наверное, будет человек. Татьяну Маснюк сегодня похоронили на ее родине в Житомире, где она в прошлом году закончила школу. О Пеечеве известно, что он живет под Одессой, у него и жена, и маленький ребенок. Суд оставил таксиста минимум на два месяца под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. И суда Пеечева выводили в шлеме, опасаясь за его жизнь. Сам задержанный просит для себя смертной казни, но она, как известно, в Украине отменена. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.